такое солнце слушайте вот не успеваешь машину там масло поменять какой-то технический осмотр пройти только ты что-то сделаешь с машиной опять она показывает надо технический осмотр сделать вот только я масло поменяла сходила короче заколебала когда тут стоит такой ну датчик который тебе показывает что свыше столь кита километров тебе нужно сделать там диагностику посмотреть как она себя чувствует там опять что-то поменять знаете бесконечно это все а тут я на самом деле имейлов боюсь я не знаю как американцы боятся их или нет мне кажется все люди в америке боятся имейлов потому что приходят всякие штрафы и тут никакое твое малейшая ошибка твоя или там ты хочешь где-то сэкономить это тебе тут же все ухнется и вот я говорила что пришел то мне тут штраф 400 долларов и я помню ну частенько такое бывает где-то припаркуешься раз опять приходит до 80 до 60 долларов сколько можно опять приходит белл из кайзер это страховая по медицинской у нас на семью и конверт приходит я открываю или знаете уже от страха когда ты видишь не то что надо видеть ты видишь уже все в таких глобальных масштабах и размерах стоит сумма 3000 долларов ё-моё чё такое опять крику прихожу говорю все говорю 3000 долларов сейчас надо платить он говорит так ничего не надо там написано ковид ковид прививка это а я же сдавала ее здесь сдавала еще где-то я два раза по моему тут за в общем я не помню и все он говорит нет говорит все платить нужно ноль и все покрыла страховая фу слава богу сегодня читала пост там у кого-то не помню у кого качикаго так интересно новости знаете всякие пишет то что происходит в америке она как вырезки эти газетные вставляет и на вопросы отвечает и все поясняет и вот там спрашивают правда ли что в америке то если ты заболел то все тебя никто не вылечит такие счета огромные короче помрешь я уже слышала не раз что здесь если у тебя даже нет денег тебя всегда вылечит и потом этот счет спишут с твоего счета и поэтому вот тут ведь я все время говорю тут очень выгодно быть очень бедным потому что ты не будешь ничего платить а будешь получать те же услуги что и люди которые пашут как папы карла но это средний класс в основном для них как бы все равно это все тяжело достается там покупка чего-то оплата всех этих счетов особенно в калифорнии и конечно если допустим бизнесмены получают такие хорошие деньги но у них другой доход а средний так ваще он также выживает там платить все эти бивы и конечно для среднего класса вот такие вот платить счета это огромные суммы и ему никуда не отвертеться потому что как правило это официальная работа и все откуда вычитать вот все официальная работа есть вычитать всегда есть откуда с официальной работы а с бедного чего где кстати все из-под полы кэш у них получает они наличку у них не работы ничего и поэтому с них и взять ничего ну так же как и в россии вот поэтому вздрогнула потом отпустила я говорю о рифу говорю слава богу повезло а он вообще он как-то всегда спокоен не волнуется игры потому что у него все везде закрыто прикрыто страховки на все и как бы лучше он заплатить чем будет знаете вот так вот дергаться каждый месяц я говорила его кредитов у него тоже нету и это очень спокойно так жить очень спокойно взять чтобы хоть пустили но красоте слушай обалдеть это очень красиво такие крупные до только красный цвет да это так посадили до их луковками и вот такую красоту обалдеть браслет без невероятной красоты 18 с половиной сантиметров вот такой вот просто я у них обожаю вот эти браслеты потому что они блестят как сумасшедшие найти их вот лена тогда носила все обращают сразу внимание очень красивые и самое удобное что они очень легкие они на каком-то тут вот материале эти все блесточки он носится долго очень я в таком и мылась и спала вообще не снимала он правда поржавел потом у меня я не знаю долго носила очень долго вот так представляю вам прекрасную бижутерию это на пьер на пьер и эта компания уже очень очень давнишняя них и винтажная бижутерия есть и вот такая современная я когда вижу я всегда покупаю очень красиво сделано вот такая корзинка это фрукты наверное здесь вот такого плана вот такая курточка пиджачок это коламбия мятный цвет размер элька 56 ламбия элечка так вот так вот смотрите одевайте такое это легкий пиджачок даже вот так вот я скажу легкий пиджачок вот у меня 98 обхват отличненько вот видите брючками классно так по бедрам по бедрам вот мне прямо это 4 сантиметра где-то осталось 110 бедра у кого 112 уже это туговато может быть если тем более кофта какая-то одета еще так что бедрам аккуратней 98 обхват груди у меня толстовочка кельвин кляйн xl двойной такой не обработан вернее вот такой двойной еще как-то край распущены как будто бы он двойной видите как получается так сделан интересно так кельвин кляйн это на 52 полный на 52 полный купон кельвин клей здесь черное белый принт пола мужское 65 между подмышками xxl это бренд чапс это какая-то линия ральфу рена дополнительная 2331 так эксклюзив эта сумка кроссбоди киплинг всегда покупая их когда вижу они бывают редко и это очень дорогой бренд ну вот это вот сумочка вот это вот кроссбоди у нее цена 104 доллара без налога по 10 тысяч 8 с лишним тысяч это в плащовка вот такая стирается замечательно качество изумительное вот киплинг здесь у них их фишка это обязательно янка всегда висит бывает такая мохнатая бывает вот такая этот бренд обожает во всем мире рюкзаки у них сумки американцы вообще всегда с ним ходят насколько я в аэропортах вижу также во всем мире популярны такой карабинчик можно кошелечек пристегнуть здесь карманчики и вот такие карманчик тоже застегивается вот такого плана 2737 шикарная сумка это газ вот такая нежного цвета такого розово-белого вот такого нежный нежный цвет потом я показываю вот такую сумку всегда у своей сестры у нее черная вот такого плана как кожа она ее носит и в 30 градусов мороза и летом и вот уже много-много лет ли года 4 наверное протрет и она опять как новая у нее смотрите как красиво сделано такая цепочка она на молнии она довольно таки большая внутри также все есть очень красивый браслет женский на пьер 19 сантиметров вот от начала и на застежки вот на пьер написано это старинный американский бренд у них есть и винтажная бижутерии вот они выпускают вот такую же современную я когда вижу я всегда ее беру хорошего качества очень красивые изделия у них шикарные на подарок взять распечатайте на пьер там будет все о нем написано такой вот браслет очень красивый здесь маркировка на пьер написано так вот в такой коробочке закрываем и подарочек готов себе или кому вот поменьше вот это вот вот у вот Продолжение следует...